И как бы ни была, она пуста. Живи, ищи еще креста. Не создана по знаниям любви. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами! Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. И прошу вас, обращайтесь ко мне самыми разными вопросами, потому что от того, как вы меня спрашиваете, от этого зависит и тематика наших передач. Наталья из Пскова спрашивает. Батюшка, как вы понимаете пословицу «седина в бороду без в ребро»? Ведь очень часто бывает, что люди уже в почтенном возрасте начинают ударяться в блуд, в другие грехи. И вот как вообще правильно себя вести в таких ситуациях? И как вообще это все правильно понимать? И как на это правильно реагировать? Знаете, дорогая Наталья, вот действительно, вот есть такая тоже поговорка, что при хорошем муже жена не загуляет. А можно сказать, при хорошей жене муж не загуляет. Вот иногда получается так, что с возрастом у одного человека в семье, у мужа или у жены пропадает потребность в интимной жизни, а у другого не пропадает. И вот тогда человек начинает решать эти проблемы, как может, как сам их понимает. Это, конечно, очень плохо. Но «седина в бороду без в ребро» – тут ведь надо и вину жены тоже учитывать. Может быть, жена отказалась от совместной жизни с мужем? Она создала такие условия, что он загулял. А когда он загулял, она говорит «Ой-ой-ой». Не происходит ли здесь иногда, как в той поговорке, что «имеем не храним, потерявши плачем»? Мы не всегда любим и ценим то, что имеем. И очень нередко потерявши плачем. Я думаю, что все загулы в почтенном возрасте происходят не от хорошей жизни, от недостаточности тепла, недостаточности любви, недостаточности того, что человек ищет на стороне, недостаточности того, что дают ему дома. Ведь апостол Павел сказал нам, православным христианам, «Имейте рядом с собой жену-подругу, дабы не распалял вас сатана». А если жена-подруга, она таковой в полной мере не является, значит, сатана человека начинает распалять. И смотрите, тот же апостол Павел сказал, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве только во время поста для упражнения в молитве по взаимному согласию». По взаимному согласию. Даже во время поста только по взаимному согласию. А вот когда взаимного согласия нет, то начинается уклонение друг от друга. И тогда материализуется поговорка «Седина в бороду без в ребро». Мы сами порой пилим сук, на котором сидим. Мы сами что имеем, не храним, потерявши плачем. Я не хочу сказать, есть такие люди, конечно, которые, ну вот просто в блуде прожили всю жизнь. И в данном случае, конечно, не виновата ни жена, ни муж может быть. Но вот когда все было хорошо, все было нормально, а в какой-то момент муж загулял или жена загуляла, значит, что-то здесь кто-то от кого-то уклоняется и распаляет сатана. И такой человек, уклоняющийся от своей второй половины, создает искушение для своих близких, является источником этого искушения. А Господь нам сказал в Евангелии, не искушай малых сих. Кому-то не надо, а кому-то надо. И тут надо исходить из мудрой позиции. Может быть, иногда в чем-то надо подыграть даже. Как-то вот уметь найти необходимый подход. Еще раз хотелось бы, чтобы были вы мудры, как змеи, просты, как голуби, как учил нас Господь. Поэтому, дорогая Наталья, пожалуйста, вот подумайте об этом, обо всем и посмотрите, нет ли вот в этом состоянии, когда седина в бороду, бес в ребро, и вашей вины. И благословит вас Господь, чтобы вы преодолели это искушение. Дорогой батюшка Григорий, нередко бывает, что старые люди болеют многими болезнями, лежат парализованные, беспомощные, нередко ходят под себя, не могут обойтись без посторонней помощи и хотят умереть. Но умереть им не получается. Почему такое происходит? И какой смысл в такой жизни, когда человек превращается фактически в растение? Я не хотел бы дожить до такого состояния, чтобы так умереть. И многие люди так же считают, не дай Бог дожить до такого состояния, когда я стану растением. Почему же Господь их не забирает из этого мира? Почему продляются их страдания? Петр из Владивостока. Дорогой Петр, Господь Вселюбящий Отец, жизнь и смерть человека всецело находятся в его руках. И каждый человек умирает, когда приходит его время, когда он достигает самого высокого пика своего духовного развития в этом мире. Нередко ко мне приходили люди, которые находились в глубоком неврозе из-за тяжелых болезней своих близких. они уставали от ухода за ними, они плакали и сокрушались об их страданиях, и они сами того не зная просили Бога, чтобы те их родственники, которые болеют, побыстрее бы представились, умерли. потом наступал момент, когда мать или отец или муж или жена или кто-то из близких тяжелобольных умирали. И в первый момент человеку казалось, что наконец-то он получил облегчение. но тут же на него накатывалась непреодолимая тяжесть, словно невидимой бетонной плитой придавливали человека. Ему становилось так плохо, не только физически, но и психически. и он думал, что пусть бы хоть денек еще пожил вот этот больной, который страдал, который так много мучился. Человек не может быть растением. У него есть вечная душа. У растения души нет. И когда человек страдает, в этом скрыт очень большой смысл. Это цена, это плата за билет в вечность, за билет Царствия Небесное. Такого человека можно сравнить с Господом нашим Иисусом Христом, приколоченным к кресту болезни и испытаний. Такой человек своими страданиями искупает не только многие свои грехи, но и грехи родовые, и грехи тех людей, которые за ним ухаживают. Он является главным старшим в своем роде, носителем и добра и зла. Его болезни и страдания искупают это зло. А когда человек умирает, то эстафетная палочка добра и зла достается другому старшему вроде. И вес этой палочки может быть сто грамм, а может быть сто тонн. Вот и придавливает тогда нас этой бетонной плитой. Поэтому болезни и жизни наших близких крайне важны для нас, для всех. Их надо очень любить, потому что именно их болезни и страдания удерживают от всех нас то зло, которое наступает на нас. Поэтому тот, кто говорит, я хотел бы умереть без мучений, он сам не ведает, что говорит. Я все время вспоминаю главного героя кинофильма «Белое солнце пустыни» Федора Сухова. Когда ему сказали, тебя сразу порешить или хочешь помучиться? И он ответил, желательно помучиться. Вот нам всем желательно помучиться. Не торопитесь. Когда человек уходит без мучений во многом из этого мира, то мучения начинаются в невидимом мире. Лучше здесь отмучиться, а туда прийти в свет. Но это я не беру святых подвижников, которые и в этом мире живут в свете, и в том переходит свет. И я не беру тех православных христиан, которые живут в духе любви, и в этом мире находятся в духе любви, и в тот переходит в дух любви. И они подлинные православные христиане, потому что они не только соблюдают закон Божий, как ортодоксальные православные, но и являются христианами в том смысле, о котором сказал Господь. Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Время нашей передачи подошло к концу. Божье благословение пребудет со всеми вами. Один пожар, и тот в твоей крови как дар, как свет, и больше ничего здесь нет. Редактор субтитров